— А все-таки можем ли мы услышать отголоски этого конфликта на Южном Кавказе? Или это уже слишком далеко? — Я думаю, что здесь надо все-таки говорить не о Сирии. Я не очень верю в то, что сирийский конфликт серьезно дестабилизит Южный Кавказ. Но есть вот такая возможность, которая сейчас уже просматривается. Она заключается в том, что через два года приблизительно Израиль будет достаточно защищен. Он создал систему противоракетной обороны, полностью все рубежи. Он, по-видимому, закупит самолет F-35. И, по-видимому, он упрочит свое оригинальное положение, которое сейчас имеет, возможно, каким-то образом ограничив Хизбалу. Всякий случай, сейчас в Хизбалу очень серьезные проблемы в Ливане, потому что против нее активно работают силы, которые поддерживает Катар. Вот в этих условиях Израиль может решиться на нанесение удара по Ирану. Через два года, я думаю, Иран не будет готов к серьезному ответу. В любом случае, вот такой силовый удар, он приведет к возможным откликам именно на Южном Кавказе. Потому что, если начнется конфликт между Ираном и Израилем, я думаю, что появятся те силы, которые захотят решить проблему на горных коробках. Вот с этой стороны, наверное, развитие событий достаточно реальное. И это самое худшее для всех нас последствия вот этого удара. Потому что США могут Израиль и не поддержать. Говорить о том, что обязательно после израильского удара начнется война полномасштабная, не обязательно. Но то, что появятся силы, которые захотят решить проблему на горных коробках, я в этом уверен. Самое страшное, что может быть для всех нас, это израильский удар по Ирану. Потому что он может запустить целый клубок тех процессов, которые самым непосредственным образом ухудшат безопасность и России, и всех кавказских государств. Было время, когда приход Иванишвили в должность посил такую некую эйфорию в обществе. Все ждали, что вот-вот наконец-то вернутся отношения к былому уровню, как это было еще до 2008 года. Но сейчас мы наблюдаем, что тот же грузинский парламент недавно для правительства принял законопроект о неполном восстановлении дипотношений с Россией. Что происходит? Мы опять скатываемся в минус в отношениях с Грузией? Мне пришлось участвовать на конференции, которая в конце ноября прошлого года проходила в Симферополе. И тогда очень много были российсперты, которые давали определенные прогнозы по тому, как будут события в России с грузинскими отношениями. Они в основном были достаточно пестимистичны. Если же говорить о ситуации сейчас, то что реально сейчас происходит? Сейчас мы реально, реально в Грузии наблюдаем двоевласти. Потому что несмотря на то, что Иванишвили к себе больше рычагов забирает, тем не менее Саакашвили остается президентом. И вот пока двоевластия не закончена, многие считают, что то, что произошло в отношении парламента, это по сути проявление двоевластия. Второе. Конечно, заявление о том, что единственный только западный курс, а западный курс предполагает вступление в Европейский Союз и в НАТО, это не может не раздражать Российскую Федерацию. Но с Иванишвили Москва может разговаривать, что он не могло сделать с Саакашвили. Поэтому, по-видимому, исходит вот из чего. Что ввиду того, что сейчас нельзя никак поступиться к решению глобальных проблем, надо идти шаг за шагом. Шаг за шагом предполагает, в первую очередь, развитие торговли. Речь идет не только о винах, там, положим, о каких-то напитках, да, речь может идти, там, о, положим, о овощах из Грузии и так далее. Но этим не ограничивается. По-видимому, по-видимому, сейчас и вот эта активность проявляется в этом направлении активность, речь идет о развитии культурных контактов. Культурные контакты, по-видимому, будут все, тем более, что они есть. Все-таки в России проживает очень крупная грузинская диаспора. Они будут заинтересованы в развитии контактов. Скорее всего, будут сняты ограничения на перемещение людей и на отправление всяких почт, почтовых сообщений и так далее. То есть, вот это, по-видимому, будет решено. Со своей стороны, насколько, опять же, я понимаю, во-первых, Грузия согласила участвовать в Олимпиаде. Она не будет ей препятствовать. И самое хорошее, что они не будут ее как-то ситуацию дестабилизировать. Это тоже очень большой плюс. В отношении Российской Олимпиады. Вот это некто позитивный фон. В качестве негативного фона нужно понимать, что речь о нормализации отношений сейчас, наверное, идти не может. Но мы должны как-то хотя бы менять атмосферу между нами. И вы знаете, что здесь печально? Печально то, что Абхазия, она со стороны России плохо управляется. То есть, Абхазия, по сути дела, дрейфует. Дрейфует в сторону России. Ну, наверное, можно сказать, в сторону, например, Турции, к примеру. Но, на всяком случае, Россия не может заставить Абхазию, как, в принципе, Южно-Осетию, чтобы они вошли в состав Грузии. Это, в принципе, невозможно. Россия не может отказаться от их признания. И это создает, так называемый, клинч. Но если мы будем менять хотя бы, добимся некого улучшения двухсторонних отношений, то ведь можно попробовать без восстановления отношений как-то развивать контакты. Но говорить о каком-то коренном переломе отношений, в принципе, невозможно, потому что Грузия должна понять, что ей надо. То есть, пойдет ли она в пути федерализма или не пойдет, например, за счет приема Абхазии, Южно-Осетии. Но, опять же, пойдут ли те на это, понимаете? То есть, заставить Россию вывести войска из Абхазии, Южно-Осетии, совершенно нереально. И, понимаете, плюс ко всему, опять же, я могу выразить свою личную точку зрения, я думаю, что будущее Грузии тоже неопределено. Потому что никто не исключает того, что новый Саакашвили станет президентом Грузии. А если новый Саакашвили придет, а если начнется война за Нагорный Карабах, то в этом случае не появится ли желание вернуть силой те территории, которые от Грузии отошли. И с этой точки зрения, я думаю, Россия не должна уходить с Южного Кавказа, я имею в виду с Абхазии, Южно-Осетии. Россия должна быть готова к любому развитию событий, вплоть до силового, попыток силового возврата Абхазии и Южно-Осетии. И Россия должна не допустить возобновления той авантюры, которая была в агусте 2008 года. Вот понимаете, исходя из этого, Россия должна оставаться. Должна иметь там военные базы и должна быть готова к любому развитию событий, которое может быть. Потому что, как бы мне ни говорили о том, что Грузия это только, как называют, вот США. США специально создают такие места, через которые они влияют. И они их создают и на искусственные места, они сами появляются. Например, чтобы влиять на Китай, используется Тайвань. Такие места есть влияние почти на каждое государство, как на болевые точки, через которых влияют. Некоторые считают, что Грузия это болевая точка, через которую США могут давить на Россию, когда будет им нужен. Но, вы знаете, как бы, я думаю, что здесь может речь все-таки, это может не сработать. Потому что я много, ну, был вовлечен в события, вот, август 2008 года. И могу сказать, что у меня до сих пор нету однозначной точки зрения, был ли санкционирован в вторжении или нет. Как вы знаете, перед началом этой операции Грузию посетила Кандализа Райс, государственная секретарь США тогда. Некто считает, что она дала санкцию. Но есть такая точка зрения, что она не санкционировала, но ее поняли или захотели понять так, что она разрешила. Вот вы понимаете, вот эта вот определенная, вот такая ситуация, она может повториться в будущем. Когда Грузии формально ни на что не дадут разрешения, они воспримут так, как будто им разрешили, и будет считать из того, что, если что, американцы вмешаются. Вот такого повторения событий, я думаю, что исключать нельзя. А исходя из этого, Россия должна быть готова к разному развитию событий на Южном Кавказе под серовым противодействием такого рода попыток. В этом году у нас получается годовщина, как раз как вы назвали августовской авантюры. Что можно, подвести какие-то итоги? Вот Южная Осетия и Абхазия пять лет спустя. Что изменилось за это время? Можно сказать так, что, наверное, Абхазия сформировалась как независимое государство. И оно сейчас от России зависит не в той степени, как зависело раньше. С учетом того, что грузинский капитал очень активен, не грузинский, турецкий капитал очень активен, не турецкий, в Абхазии, то независимость ее будет усиливаться. По сути дела идет дрейф от России в Абхазии, но она понимает, что попытка вооруженного возврата ее в Грузию возможна. С этой точки зрения Россия имеет возможность влияния на Абхазию. А Турция не поможет в этом случае? Вы понимаете, как вы знаете, после распада Советского Союза Грузия шесть раз предпринимала попытки силы решить эту проблему и в отношении Абхазии и Женосетии. Турция ни разу в этом не участвовала. Поэтому я не думаю, что Турция пойдет на это тщательное участие сейчас. И не признает. Вот здесь надо смотреть за ради событий, потому что у нее есть, например, Северный Кипр. Это аналог, по сути дела. Но Турция член НАТО, поэтому здесь не так все просто. Ситуация в Турции меняется, и внешнеполитическая, и внутриполитическая. Но я не думаю, что Турция пойдет на силовую поддержку Абхазии в случае, например, войны. Другое дело, что делать с Южной Осетией. Южная Осетия, она самостоятельно, по сути дела, не стала. И здесь проблема, что с ней делать дальше, она до сих пор актуальна. И здесь частично в этом России виновата, потому что слишком высок бы уровень коррупции при реализации тех денег, которые удались на Южную Осетию. Поэтому, хотя некоторые считают, что Южная Осетия сформировала все, что ей нужно было, я думаю, все-таки это не совсем самостоятельное государство. Спустя даже вот пять лет, все-таки до сих пор будущее ее находится под большим вопросом, в отличие от той же самой, например, Абхазии, которая ни при каких условиях, я так считаю, в ближайшее время в состав Грузии не войдет. Вот если говорить об итогах. Я думаю, что Россия должна извлечь из этого уроки. Уроки в том плане, что, по-видимому, по-видимому, ее не совсем эффективная политика на Северном Кавказе, она проявила себя и на Южном Кавказе. Потому что если Россия не может восстановить порядок на Северном Кавказе и добиться управляемости, стабилизации ситуации, как она может сделать на Южном Кавказе? То есть вот это, наверное, Россия должна извлечь урок из того, что произошло.